Ежегодно десятки тысяч карагандинцев обращаются за помощью к врачам-дерматологам. На вооружение у специалистов в областном кожно-венерологическом диспансере сегодня самые современные технологии для лечения и предотвращения проблем с кожей. В лечебном учреждении провели день открытых дверей. Руководители кожно-венерологического диспансера отмечают, что доступность узких специалистов не так велика. Именно поэтому такие дни открытых дверей чрезвычайно полезны. Говоря о причинах обращения, медики в первую очередь выделяют кожные заболевания. Не на последнем месте стоят и болезни, передающиеся половым путем. Уровень заболевания сифилисом является одним из индикаторов здоровья населения. Он является маркером по госпрограмме Динсоулыб для подростков 15-17 лет. Потому что, конечно, наше подрастающее поколение, нам не безразлично, какое здоровье будет у подрастающего поколения. Потому что это будущее нашей страны. Поэтому по госпрограмме развития здравоохранения это один из основных маркеров. Сифилис, как я уже сказала. Затем гонорея, трихоманиаз, хламидиоз. Герпес вирусной инфекции передаются тоже половым путем. Многие об этом даже не знают, не догадываются, но тем не менее. Специалисты диспансера не стали называть конкретные цифры. Но отметили, что сегодня наблюдается рост количества заболевших сифилисом как в Карганде, так и в Каргандинской области. Среди кожных болезней на первое место выделяются грибковые заболевания. Врачи и дерматовенерологи заявляют, что подавляющее количество болезней сегодня успешно лечится. Главное, не стоит забывать, что успех лечения наполовину зависит от своевременного обращения к медикам. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Каргандинский.